честно скажу не могу нарадоваться тому как прекрасно и светло у нас 8 вечера и признаюсь честно не удержалась и начала вышивать василия видите вот здесь вот эти четыре крестика голубенькие это он это он в общем немножко совсем до вышивала дырочки вот тут в мурочке и решила все хочу синие ниточки но сейчас мне нужно прерваться мне нужно занести один документик надеюсь у меня его примут поэтому я иду гулять так сказать а василий немножко подождет ух красота фотографию что ли сделать вот так бася делает вид что это совсем не она тянет лапки в тарелку она просто очень занята умыванием да 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 вообще сегодня мы скачались тик ток с басей и я не знаю сможем либо повышевать этой неделе потому что прям очень притягательно и я понимаю людей которые удаляли тик ток потому что обнаруживали что в три часа ночи они все еще пролистывают stories ура ура на один день позже но ко мне все-таки добралась посылочка из белоруссии и бася как вы видите уже начала антекинг с облизинга в общем сейчас будем распаковать там есть кое-что вышивальная покажу обязательно вот она красота моя от панны может быть вы угадаете сюжет по ниточкам проверяйте интуицию скоро покажу тем временем бася решила что если я не распаковываю посылку до конца это мои проблемы и теперь мне придется есть теплые конфетки потому что кошка уже легла коробка ее и сейчас будет драка мы спаси пришли на балкон проверить у смотрите какая туча и ливень а мы пришли проверить наши черенки как говорится у засветляет камера растут мои малыши потихонечку я уже честно говоря даже не помню какого цвета должны были быть цветы мы об этом никому не расскажем доброго субботнего денечка я уже встала пью чаёк как вы видите и немножечко вышиваю значит наконец-то у этой чашки появился бэкстич почти весь и вот здесь еще будет полосочка и также начала бэкстич и чайничек но как видите он еще не закончен и я думаю что это молочник потому что они же пьют молочко логично и вот тут у меня начал появляться васек очень-очень миленький и сладкий очень мне понравилось вышивать синими ниточками это просто восторг вот сейчас покажу вам обсть и в чай не попала вы посмотрите какой актер какой молодец в общем синих очень много ниточек я посмотрела по схеме сейчас вам покажу василий здесь достаточно обширная фигура что меня не может не радовать потому что синий цвет мне очень нравится в общем и что меня удивило хотела вам показать чего я тут вообще к вам пришла в чашечке оказался дробный бэкстич видите вот тут вот из середины клеточки я понимаю в язычке был дробный бэкстич это в принципе достаточно оправданно но в чашечке как видите она сама по себе получается достаточно такая приквадраченная хотя может если смотреть издалека то не такая уж и приквадраченная и парам пам пам неожиданно совершенно вот этот бэкстич который делит клеточку на половинку но мы справились несмотря на то что это 18 каунт от которого тоже немножко я устаю и постараюсь закончить вот эту часть а можете не закончу кто знает и приду скоро к вам с новым отчетом и еще хотела показать вам свои ландыши они так волшебно пахнут обожаю эти цветочки и я поставила их видите басе также оставила свой автограф как же без него и я их поставила специально в таком месте где идет поток воздуха и у меня теперь дома офигительно пахнет ландышами но эту картинку вы уже видели я думаю ни раз и не два это также панна это спокойствие летнего дня насколько я помню замечательная разработка оформлена без стекла и как вы видите здесь есть бисер всего два цвета первый раз выше пришивала бисер ух было конечно весело но я справилась стоит у меня здесь на столе подъезжает наша ласточка это значит что мы отправляемся в путешествие на кашубы решили немножко продлить выходные и отдохнуть как следует на природе свежем воздухе ура ура я начала новый наборчик не стала терпеть разметила канвушечку и вперед сейчас покажу вам превьюшечку это пробуждение природы от панна такой замечательный наборчик и вот здесь мама саша показывает ниточки и бисерочек красота и так прошло 40 минут мы все еще едем за окном у нас красота лепота естественно лето на дворе солнышко почти лето уже можем сказать что лет значит я вышла примерно 5 ниточек очень легко сверху особенно тут не замороченный сюжет как вы видите цветная схема понятная достаточно крупная это я очень люблю в панне и замечательные волшебные ниточки и достаточно голубого цвета я вам вспоминал недавно что я хотела бы голубых крестиков на штопать и вот они знаете здравствуйте с клистами также путешествует как видите я ему заменила магнитик на старый потому что я упоминала вам в предыдущем видео что нельзя серебристые с черным миксовать а у меня как раскис уже был на серебристом и черном магнитике теперь у меня все ровненько я надеюсь вы понимаете вообще о чем я говорю в общем и хотела также показать вам вот тут есть превьюшечка всех наборчиков кроме того что я вышиваю то есть я вышиваю сейчас вот этот это пробуждение природы и также у меня есть вышит вот этот вы его видели буквально две минуты назад вообще мне они все нравятся но не все они есть на wildberries поэтому купила то что есть второй наборчик хотя бы у меня будет такой дуплет конечно хотелось бы и квартет но времени тоже хотелось бы прикупить немножко скажем так в общем буду дальше вышивать нам скоро выходить мне нравится что здесь временами железная дорога идет достаточно высоко и ты как будто бы летишь над всеми этими полями очень очень здорово а мы покидаем железного коня чтобы пересесть на обычного шучу конечно мы идем деревушку разместиться на ночлег через буковый лес достаточно старый и очень красивый здесь такие высокие высокие деревья при которых твоя маленькая жизнь кажется песчинкой в огромной пустыне насладитесь этими прекрасными видами а тут представляете нельзя ездить на лошади так что хорошо что мы пошли пешком и не воспользовались серым транспортом наконец-то мы уценили мы дошли до озера остшитского и продолжаем путь конечно же в сторону домика но виды здесь просто потрясающе душа радуется когда видит что-то подобное и 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 Кружка в моем кружечном гардеробе, так сказать. Очень-очень классная. Тут написано на польском Часнапшигода, Кашуба. Что переводится на русский, время приключений. И Кашуба это район Польши, где мы сейчас как раз и находимся. Но она такая замечательная, такая в точечке, такая мур-мур-мур. В общем, очень даже классная. Напишите, любите ли вы кружки так же, как люблю их я. Смотрите, какой гаргл тут торчит. Он мурчит, как танк. Я думаю, даже вы его слышите. Доброго денечка в понедельник. Такие понедельники я люблю, когда у меня выходной. И заканчиваем нашу вышивальную неделю. Значит, в Панне, как вы видите, не сильно я продвинулась. Еще один голубой цвет взяла. И это все я вышивала в поезде, потому что мы выехали за город на два дня. Я взяла с собой две вышивки и, естественно, ничего не вышивала, потому что здесь было клево. Ну, вы сами по видео, в принципе, видели. Я хотела единственное, что только показать вам, что я заменяла канву из набора. Канва здесь 14-го каунта, но в наборчике она белого цвета, а я взяла такой экрю или молочный. В общем, такой пожелтее, чтобы был эффект пергамента. Очень он мне понравился. На первой работе я решила вторую, естественно, парную сделать такую же симпатичную. И покажу вам с них котов. Опять же, минимальное продвижение. О, кстати, я здесь купила ножнички за 5 злотых. Очень маленькие и миленькие. Можно померить до 3 сантиметров, как вы видите, а вы не видите. О, вот так видите, немножко сфокусировался. И здесь у него такие эргономичные, достаточно держалки для пальцев. Они очень легкие и небольшие по размеру. Я решила, что они идеальны для всех дорожных процессов, потому что все мои ножнички, они с Алиэкспресс железные все-таки, а эти прям такие воздушные и замечательно пойдут у меня под каждый процесс. Мне кажется, такие даже в самолет пропустят, потому что они слишком уж безопасные. И возвращаемся к синим котам. Значит, здесь у меня немножко больше оформился молочник, и начала оформляться лапка Василия. Вот тут она, вот тут она лапочка. Ничего не успела доделать, потому что, сами вы понимаете, отдых. И нужно было, как следует, душу свою отрелаксировать. Я ни о чем не жалею. Я прекрасно провела время, а Василий и Мурочка меня, как всегда, подождут. В общем, такая у меня была неделя. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите все, что вам понравится или не понравится. Я буду ждать ваших комментариев и с удовольствием на них отвечать. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не потеряться. И до скорых встреч. Пока-пока. Извини, пожалуйста, мы не хотели. Вы знаете, что лебеди, ну, с ними очень тяжело водаться в воде. И если у вас дойдет до драки, то нужно сначала перенести ее на сушу. Иначе он нас просто утопит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.